Минск глазами художников, архитекторов и скульпторов. В этом году проект «Арт-острова» посвящен 950-летию столицы. Пожалуй, самый креативный банк «Альфа-банк» снова стал партнером выставки. На сей раз даже решили создать собственный арт-объект – качели. Дети уже оценили. Важно, что все это происходит в юбилейный для нашего города год. Это подарок городу, и подобного рода мероприятия делают наш город динамичнее, креативнее и способствуют тому, что он вписывается в мировое художественное пространство, потому что подобные выставки ленд-арта, они невероятной популярностью пользуются во всем мире. 11 гигантских стрит-арт-объектов расположились на острове Комсомольцев, что в акватории Комсомольского озера. Большинство из них выполнены в неклассических техниках. Авторы использовали железо и пластик, а самый популярный стиль трэш-арт. Так что не воспринимайте инсталляции буквально. Впервые у нас в этом году участвует очень интересный, очень известный художник-скульптор, автор очень многих монументальных работ в Беларуси, преподаватель нашей Академии искусства Наталья Артинович, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Рядом с ним безумно креативные и очень интересные дизайнеры и скульпторы, которые представляют разнообразие самых необычных техник. Прогуляемся по выставке. Железные всадники, участники битвы на Немеге, олицетворяют первое летописное упоминание города. Зеленые газоны парка украшают огромные многомерные пластиковые цветы. Андрей Шилович своей инсталляции пожелал Минску благополучия. По моим расчетам в этой кружке находится около 2500 литров. Литры как года, поэтому это пожелание жить в Минску еще 2500 лет и более. Гости арт-островов немецкая команда Тейпзет. Они создают инсталляцию с помощью клейка ленты. Направление в Европе новое и модное, а для Беларуси реализовали необычную задумку – экран. Мы использовали акрил и тонкую черную ленту. Слои размещены так, чтобы создавалась иллюзия движения. Обычно наши работы закреплены на стенах. Для Минска постарались придумать что-то новое, что органично вписывалось бы в окружающую среду. Когда готовились к проекту, шли дайжи. Художники говорят, примет хороший, а выставка будет удачной. Все ли удалось? Правляйтесь в путешествие по арт-островам и проверьте. Татьяна Ракитина, Яна Лазовик, Михаил Христофоров. Наше утро.